Светитель Иоанн Златоуст продолжает нам говорить о покаянии и исповедании грехов. Видишь ли, сколько благ происходит от пометования грехов, посему начертаемых в умах наших. Знаю, что душа отклоняет от себя столь неприятное пометование, но будем принуждать и заставлять ее. Лучше теперь пострадать от злопаметования о грехах, нежели в то время от наказания за них. Ныне, если ты будешь помнить о них, постоянно исповедовать их пред Богом и молиться о прощении, то скорее истребишь их. Если же забудешь их ныне, то поневоле вспомнишь о них тогда, когда они будут обнаружены при целую вселенную и объявлены пред всеми и друзьями, и врагами, и ангелами. Ибо не Давиду одному сказал Господь, ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред Солнцем. 2 Царство, 12 глава, 12 стих. Ну и всеми нами. Ты боялся, скажет он, людей, и стыдился их более, нежели Бога. Ты не думал о всеведящем Боге, а стыдился людей. Ибо страх твой только глаза человеческие. Сирах говорит это, 23 глава, 26 стихом. За все это ты отдашь отчет, я обличу тебя, обнаружив пред глазами все грехи твои. А что это справедливо, то есть что в тот день обнаруживаются грехи всех нас, если мы ныне не истребим их частым о них помятовением. Послушай, как обнаруживается жестокосердие и нечеловеколюбие тех, которые здесь не были милостивыми. Алкал я, говорит Господь, и вы не дали мне есть. Матфея, 25 глава, 42 стих. Когда говорится это? Вопрос. В уединенном ли и тайном месте? Вопрос. Нет. Но когда, когда приедет сын человеческий во славе своей и соберет все народы, когда отделит одних от других, поставит их по правую свою сторону и по левую, тогда и скажет вслух всех. Алкал я, и вы не дали мне есть. Вспомни еще, как пять дед услышат пред всеми, не знаю вас. Матфея, 25 глава, 12 стих. Пять и пять здесь означает не числом только пять, но всех злых, жестоких и бесчеловечных дед, равно и тех, которые не таковы, так же и зарывший один талант в землю услышал при всех, и при тех, которые принесли пять, и при тех, которые принесли два таланта, лукавый, раб и ленивый. Матфея, 25 глава, 26 стих. И не словами только, но и делами. Он тогда обличит их, как и евангелист говорит, возрядно того, которого пронзили. Иоанна, 19 глава, 37 стих. Общее будет воскресение всех и грешных, и праведных. Всех вместе будет судить судья. Представь же тех, которые в скорби и печали будут вергаемы в огонь, тогда как другие, будучи увенчаны. Придите, скажет он, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, а другим, идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Матфея, 25 глава, 34 и 41 стихи. Будем же не только слушать эти слова, но и начертывать их пред глазами нашими. Представим, что он сам теперь явился пред нами и говорит это, и что мы ввергаемся в тот огонь. Что мы чувствуем в душе, чем утешим себя, а что тогда, когда будем разделены на две стороны, что тогда, когда будем обвиняемы в похищении чужого, какое, скажешь, оправдание, какое благовидное извинение, никакого. Но неизбежно повлекут нас, связанных и с поникшими главами, в отверстия горящих печей, в огненную реку, во тьму, на бесконечные мучения. И не будем иметь никого, кто бы избавил нас. Ибо невозможно перейти отсюда туда, говорит Господь. Великая пропасть, скажут праведные, между нами и вами. Лука, 16 глава, 26 стих. И даже если бы они желали, и тогда невозможно, перейти и подать руку помощи, но неизбежно будем мы гореть вечно, и ничто не поможет нам. Хотя бы то был отец или мать, или кто-нибудь другой, и даже имеющий великое дерзновение пред Богом. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом, 48, 8 стих. Итак, если нельзя полагать надежду спасения на другого, а только на самого себя, после человеколюбия Божия, то, увещевая вас, будем делать все, чтобы жизнь наша была чиста и поведение безукоризненно, чтобы нам с самого начала не допускать никакого осквернения. А если допустим, то не будем предаваться усыплению после осквернения, но постоянно очищать нечистоту покаянием, слезами, молитвами, милостыней. И что скажешь, если я не могу творить милостыню? Но ты имеешь чашу воды. Как бы ты ни был беден, ты имеешь две лепты, в какой бы бедности ты ни находился. Ты имеешь ноги, чтобы посетить больных, сходить в темницу. Ты имеешь кровлю, чтобы принять странников. Нет поясе, нет никакого оправдания о нетворящем милостыне. Об этом часто мы говорим вам, дабы хоть несколько иметь успехов, частых повторений. Говорим, заботясь не сколько о благодетельствуемых, сколько о вас самих. Ибо им вы даете благо здешние, а сами получаете за то благо небесное, которых досподубимся всем и благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала, честь и поклонение ныне и пресно и в овете веков. Аминь.